Приветствую вас, смотрите, вы говорите о том, что ваши родители сделали для вас абсолютно всё, у вас было хорошее отец, высшее образование, что вы чувствуете их любовь и поддержку, но стыдитесь их, точнее того, как они разговаривают. Давайте, пожалуй, начнем с вами с фактов. Первый факт заключается в том, что ваши родители разговаривают так, как разговаривают. И этого не изменит, потому что, наверное, им уже довольно много лет, относительно много статусов, если вам, допустим, где-то 20, ну, им-то пусть будет, ну, плюс 25, да, то есть 45, где-то так. То есть люди, ну, не старые ещё, но такие, среднего возраста. Соответственно, шанс того, что они поменяют своё мышление, достаточно маленький, это факт. Да? Теперь смотрите. Вы сами, другой человек, вы лектор, вы выучились выражаться, наверное, лаконично, грамотно, вот, значит, красиво, чтобы вас было интересно слушать, наверное, у вас хороший голос. Вот. Вот. Ага. И вот, понимаете, в чём дело, это тоже факт. Как бы этого тоже не изменить. поскольку, поскольку, если вы только не стали лектором, именно потому, что следите из того, как договаривают ваши родители, то есть компенсаторный механизм. Но пока что, это факт. Твой говорит хорошо. Что? Что, это вопрос? Как один факт влияет на другой? Это первое, о чём вам нужно подумать. Второе. Для чего ваши родители вам помогали, делали для вас какие-то вещи, образование вам обеспечивали. образование вам обеспечивали, детство хорошее у вас было и так далее. Вот. Для чего они это делали? Вы действительно думаете, что ради благодарности, вы действительно думаете, что ради того, чтобы что-то от вас получит взамен? Разве это любовь? Вы только подумайте, чего бы родители хотели для вас? Что им нужно? Как они видят, например, ваше будущее, как они видят вашу дальнейшую жизнь? Хотели бы они, чтобы вы были счастливы? Не хотели бы вы, чтобы вы были счастливы? Если да, то как они хотели бы, чтобы вы были счастливы? Можете ли вы быть счастливы так, как хотят они? Или вы можете быть счастливы только так, как хотите вы? И чье мнение здесь, как бы, определяющее. Понимаете? Вот. Смотрите. Что такое стыд? Стыд – это непринятие себя. То есть, вы не принимаете своих родителей, значит, что-то вы не принимаете в себе. Вот. Свои границы. Свои качества какие-то вы не принимаете. Возможно, возможно, здесь что-то есть, связанное с происхождением, но, возможно, тут я не уверен в этом. Вот. Но, однозначно, вы что-то не принимаете. Чмы сказал про границы. То есть, вот смотрите. Если ваши родители, они, как бы, делали все для вас, и вы испытываете к ним благодарность и любите их, то есть, вы, получается, их идеализируете. Вот они стремились к тому, осознанно, неосознанно, не важно. Они стремились и стремятся, возможно, к тому, значит, чтобы вы их идеализировали. Вот. И вы их идеализируете. А теперь, теперь, вопрос. А почему вы их идеализируете? Разве это правильно идеализировать их? Ведь очень вероятно, очень вероятно, что именно это, именно идеализацию вы чувствуете, когда испытываетесь, когда испытываете чувство стыда. То есть, как бы, стыд борется с идеализацией. И вам это, думаю, плохо. Потому что что нужно? Нужно перестать родителей идеализировать. Нужно отграничить себя от них и свою мотивацию от их мотивации. Своё поведение от их поведения. Это важно. Это важно, чтобы вы это сделали. Если они что-то делают, то они это делают для кого? Для вас или для себя? Если для себя, то почему и для чего? Если для них, то почему и для чего? Если ваша мама приходит к вам на работу, и она говорит так, как говорит, я не знаю, как именно она говорит, тут же его вы следите конкретно, вы об этом не написали. Но, если она приходит и так говорит, если вам в своих родителях что-то не нравится, да, понятно, что это родители, понятно, что это не выставляет вас в лучшем свете, но воспринимать это нужно, нужно, как фильтр. Если я с вами общаюсь, и вы для меня очень хороший, уважаемый человек, и я вижу ваших родителей, которые по идее должны испортить моё впечатление о вас, да, которые ведут себя не так, как вы, то что я могу сказать? Я могу сказать только то, что вы молодец. Я могу сказать только то, что вы молодец, что не стали такой же, как они. И все люди, все, все более-менее адекватные люди согласятся с этим, с тем, что вы молодец. И они это поймут. Ну, а если кто-то будет судить вас по вашим родителям, опять-таки, то в таком случае можно говорить о, ну, не самом, далёком, не самом таком, знаете, хорошем, адекватном развитии интеллекта у этих людей. Вот это то, что я вам могу сказать. И именно вот по поводу ваших родителей. Вы понимаете? То есть оставьте их им, оставьте себя себе и позвольте другим людям восприниматься так, как они воспринимают. Если, если, как бы, если окружающие готовы увидеть по отношению к вам что-то негативное, они это увидят, и без родителей. Если окружающие готовы увидеть только вас, они будут увидеть только вас. Родители здесь ничего не сделают, какими бы они ни были. Да, вас могут попросить, чтобы они там, например, не появлялись, вас могут попросить, чтобы они больше не приходили и так далее. Это могут сделать. Но хуже о вас, как серьёзные люди, думать не будут и не начнут. Серьёзные люди так себя не ведут. Почему? Поясню. Серьёзным людям важно то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Скажите, приход вашей мамы или папы, или кого-либо ещё, влияет как-то на то, что вы делаете? Влияет как-то на то, как вы исполняете свои обязанности? Ну, профессиональные, например. Нет? Не влияет. Вот и всё. И если не влияет, значит, деловым людям всё равно. Деловым людям плевать, какая вы и кто вы. Но если не плевать, значит, это не совсем деловые люди. Вот и всё. Это то, что вам нужно понять. Хочется сказать и так ещё. Что тот стыд, что вы чувствуете, что вы ощущаете, он нормальный. Потому что, ещё раз повторю, вы привыкли идеализировать своих родителей. А это неправильно. Не нужно никого идеализировать. Вы находитесь в неком эдипальном конфликте. И этот эдипальный конфликт не даёт вам, не позволяет вам нормально воспринимать то, что происходит. Соответственно, от эдипального конфликта нужно избавляться, если это влияет сильно на вашу жизнь. Как родителям нужно оставить достойное, уникальное, но своё место в вашей жизни. Только так, только так. И никак иначе. По-другому ситуация будет такой, какая она есть. Сейчас. Всегда. Всегда. Она всегда будет такой. Это то, что я могу вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Ха-ха-ха! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Продолжение следует...